Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы снова с вами в храме, и сегодня мы поговорим о том, что такое благословение, на что нужно брать благословение, как его брать, немножко о православном этикете. На разных иконах вы можете увидеть именно жест благословения. В первую очередь мы видим на иконе Спасителя, также вы сейчас увидите, как благословит Бога Младенец, также другие святые. Посмотрим. В детском святом уголке вы видите икону Спасителя, оставляющую. Что же значат эти сложенные перста? На иконе Спасителя мы с вами видим сложенные пальцы. Что значат эти пальцы? Верхние два перста, сложенные, в переводе с церковно-славянского языка означает Иисус, нижние – Христос, Иисус Христос. Поэтому зачастую, когда мы взираем на иконы, которые сейчас вы видите в кадре, это благословение. Благословение именем Божьим или сам Господь благословляет. Итак, мы с вами узнали, что значат сложенные пальцы, их обозначение. Теперь нужно ответить, для чего берется благословение и на что. Есть две категории благословения. Первая – это как приветствие, потому что за руку, как на улице со священником, не здороваются, так не приветствуют. Складываются руки крестообразно, и священник именем Божьим благословляет. На что? На грядущий день, на какую-то нужду. Ну, когда, допустим, пришли вы, просите Батюшка, благословите, устраивайтесь на работу, чтобы у меня все с Божьей помощью, без греха, на работе, все получалось. И он благословляет. Бог благословит тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа на все твои добрые начинания. Но на что не берут благословения? К примеру, вы пришли взять благословение на покупку машины. И вы говорите, Батюшка, я хочу взять кредит. Он спрашивает тебя, а у тебя есть возможность его отдавать? Говорит, нету. А как же я тебя тогда благословлю? Ведь я на себя беру ответственность, а ты будешь унывать, впадать в грех осуждения, и в том числе меня осуждать. Батюшка же знал, на что благословляет. То есть есть какие-то вещи, которые никак не соотносятся с какими-то духовными вещами. В первую очередь мы берем благословение на какой-то духовный подвиг. Ну, к примеру, болен ваш сродник грехом винопития. Частую читается дома, келейно, бывает и в храме, конечно, во время моления о болящих. Добавляется акафист, иконе Божьей Матери, неупиваемая чаша. Но вы хотите понести подвиг читать его дома, келейно. И вы просите священника благословить вас на этот подвиг на какой-то срок. И священник, понимая, что такое молитва, как это очень серьезно и тяжело, он благословляет вас. Но что делать, если вы в поездке и хотите получить благословение в дорогу вашего батюшки? Что делать, если вы уже не рядышком с ним? Можно, конечно, имея сегодня технические возможности, позвонить и скажите, батюшка дорогой, благослови меня в дорогу. Я с семьей еду по святым местам. Конечно, батюшка благословит вас также именем Божьим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас вы видели, что человек, который берет благословение, он целует руку. Но почему он ее целует? Священнику ли он целует? Конечно же нет. Он целует руку Господню, прообразно, именем которым священник благословляет. И самое главное помнить, что благословление, которое мы получаем, упраздняет нашу гордыню. Потому что уже здесь мы делаем то или иное дело не по самочинью, не как я хочу, а как ты, Господь, благословишь, чтобы, если доброе, ты поможешь это исполнить. Если что худое, упраздни. Храни вас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok